Он 25 лет смотрит на мир через объектив фотокамеры. Замечает неприметное, обладает реакцией с пилота скоростного болида и воображением художника. Увлечение уже давно переросло в работу. Его жизнь как слайд-шоу, а время это секунда между вспышками фотокамеры. Сегодня в программе «Житейские истории» Андрей Ишутинов. Не фотограф, а обычный семьянин со своими маленькими домашними радостями, о которых по традиции расскажет он сам. У нас сегодня за столом Дима, это мой сын. Ани нету, не присутствует. Аня – это дочка старшая. Она же единственная дочь. Ну и жена тоже на работе. Получается, у вас сегодня одни мужчины за столом. Зовут сына. Кот. Появился он. Аня принесла. Они его купили, наверное, по интернету. Они его купили, а потом он появился. По интернету купили. Сейчас все по интернету покупается. Это новое наше увлечение – аэродрон. Квадрокоптер. Это квадрокоптер. Четыре винта. Камера. Он может летать. Очень интересная штучка. Можно людей, прохожих, хорошо пугать. То есть чужие к нам на улице не приходят с такой штукой. Это как место собаки. Стараемся в любую погоду с ним выходить, потому что надо учиться, потому что скоро лето, будут праздники городские. Надо их всех снимать. А снимать можно только на эту штучку. То есть не нужен, и оператор не нужен. Сам отпускаешь, он сам летает, через полчаса привозит материал. Те линии будущего. Мы в лесной сказке были, он взлетел, до дерева долетел там, возле березы, да? Ну. До березы долетел, он направление потерял, потом поймал и в сугроб упал. А я потом за ним шел. Лет пять назад я продал все автомобили и перешел на… стал пешеходом. Только для того, чтобы ездить в автобусах, в троллейбусах, в трамваях, увидеть людей и наблюдать за ними. Только для этого. Для большего времени ты можешь за людьми наблюдать и смотреть, что они… То есть от общества не отрываешься. А когда ты ездишь в коробочке, ты находишься в коробочке, ты замкнут. Приходишь, заходишь в офис, на студии, опять ты один. А когда ты с ними, ты можешь с ними общаться, можешь наблюдать за ними. То есть это было… Ну, с другой стороны, и эта, и работа к тому подвела, что нельзя ездить, мне за рулем уже. Все эти сценарии, мысли. Любим смотреть «Уральские пельмени». Вчера смотрели. С «Цайпада», да. На стиле «Заранету» мы смотрим через интернет «Уральские пельмени». Самое наше веселое развлечение, наверное. А, вчера мы ходили в баню и купались в снегу. Диме три раза, а я два. Ну, это приятно же, в снег рухнуть и потом оттуда вылезти. Звуки получаются красивые на весь двор. У журналистов с московского журнала, она зимой позвонила, попросила, что-нибудь такое необычное, с «Сибири». Фотоотчет какой-нибудь придумать. А у меня есть друг, Володя Басок. Я ему позвонил, говорю, «Володь, ты же морж». Он, «Ну, покажи, как вообще купаются в морже». Ну, мы собрались, было минус 40 где-то, приехали, на ляпихе у них лунка продолбили. Вот все считают, что пришел, сразу кунулся, на самом деле все не так. То есть часов шесть ходишь, долбишь эту лутку, топишь баню, потом предбаник топишь. Ну, и все, мы все подготовили, все сделали. Он говорит, «Ты будешь купаться?» Говорю, «Нет, конечно, не буду знать, зачем мне все это надо». Я его отснял. Он говорит, «Ну, пошли в баню сходим». Он говорит, «Ну, пошли». Сходили в баню, попарились. Он говорит, «Будешь купаться?» Я говорю, «Буду». И все. И на четыре года я этим делом заболел. Дима-то вообще уникальный. Он с двух лет уже в рекламе снимается. Ну, как так получилось. Первую рекламу мы снимали с ним Каменский масло-сырозавод. Двух лет не было. Обратился заказчик, нужно было срочно сделать, как обычно, перед Новым годом календарь. Налили молока, развели его в воду, чтобы красиво смотрелось. И попросили его выпить такой высокий стакан. Он нам позволил сделать сегодня два кадра. После этого сказал, что молоко пить никогда больше не будет. Я всегда, и это мое убеждение, то есть ребенок должен быть постоянно занят. Чтобы в нем мыслей никаких других не возникало. Пришел, упал, поспал, встал, пошел дальше. Ну, они до пяти, до шести часов там постоянно. Плюс он ходит еще на самбо, на дзюдо. То есть он постоянно занят. Ребенок должен быть самостоятельным, это самое главное. И чуть-чуть его можно направлять в ту или иную сторону. Папа, строгий, не строгий? Я его почти не вижу. Он всегда на работе там, поздно приходит. Семья – это какая-то горстка людей, которые стоят спинами друг к другу. Если так внимательно посмотреть, то даже по гороскопу дни рождения у них примерно противоположные. Если так взять, то есть равномерно. То есть каждый друг друг дополняет. И появление любого в семье, любого нового человечка, да, меняет все сразу. То есть жили втроем, да, раз появился четвертый. Раз все поменялось. Сначала конфликты, потом притирки, притирки, радио успокоились. Сейчас вот скоро внуки появятся, дай бог. И опять все поменяется. Так и будем притираться. Семья-то она в этом ее особенности. Семья-то она вновь.